Публикация британского таблоида Sun о покушении на президента России Владимира Путина в среду в Москве не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Газета написала, что в среду в Москве на президента России было совершено покушение, что-то взорвалось на пути следования его кортежа. На вопрос, соответствует ли информация о действительности, Песков категорически ответил нет. 13 покушений на Путина. В 2006 году американским журналом Foreign Policy был составлен список из 10 мировых лидеров, которые имеют наибольший шанс быть убитыми в этом десятилетии. Это было еще тогда, когда Путин не был так популярен, как в России, так и во всем мире. Тогда не было такого накала политической обстановки из-за санкций, всей этой истории с украинским кризисом, не было присоединения Крыма, а точнее воссоединения войны в Грузии и в Украине. Президент России Путин в этом списке оказался на втором месте. На первом – президент Афганистана Корзай, на третьем месте – лидер Венесуэлы Уга Чавес. Интересно, но мало кто знает, но на Путина за время его пребывания у власти покушались 13 раз. Я думаю, это отчетливо показывает опасность президентства для Путина. И хотя с Фиделем Кастро, кубинский революционер, на него покушались 100 раз, сами кубинцы говорят 600, он не идет ни в какое сравнение. Но все равно это не мало, особенно если учитывать, что время президентства длилось 14 лет. Фидель Кастро был у власти 49 лет. О таком резюме Путина очень мало информации. Но все же мы живем не в информационном вакууме. И хоть часть информации допросачивается в интернет и СМИ. Любопытно то, что почти каждое новое покушение отличается весьма значительно от предыдущего. Первое покушение на Путина произошло в 2000 году, 24 февраля. Тогда он был исполняющий обязанности президента. По словам главы ФСО Сергея Девятова, убить Путина собирались в Санкт-Петербурге на похоронах Анатолия Собчака. Два снайпера должны были стрелять в жех президента. Но перед самым покушением они были нейтрализованы. Нанимателями считаются чеченские боевики. Второе покушение 18-19 августа в Ялте проводился неформальный саммит СНГ. Это время было выбрано для второго покушения. По плану, когда Путин будет подъезжать к месту сбора глав СНГ, боевики должны взорвать машину. Информации достаточно мало, но известно, что были задержаны 6 террористов, 2 выходца с Ближнего Востока и 4 чеченца. В те же годы произошло еще несколько инцидентов, подвергающих опасности президента. Но однозначно назвать их покушениями трудно. Вполне возможно, что это были попытки убить Путина, но и ФСО на этот счет не давало никаких разъяснений. Автомобиль «Жигули» 12 сентября 2000 года попытался преследовать президентский кортеж. Впоследствии автомобиль приблизился к самому президентскому лимузину, несмотря на требования ГИБДД об остановке. В результате машина-смертника был протаранен джипом «Мерседес» из машин сопровождения. 3 июня 2002 года на Новом Арбате из переулка выскочил «Фольксваген-Посад». Он был тут же протаранен джипом сопровождения. Водитель-нарушитель погиб на месте. В 2002 году 9 октября снова на Новом Арбате машина из кортежа Путина протаранила скорую помощь. Имели ли люди в машине умысел на убийство Путина? Неизвестно. Но в результате ДТП пострадало 4 человека – водитель и фельдшер-скорый, два сотрудника ФСО. Третье покушение было запланировано на 9, 10 января 2001 года в Баку. Намик Абасов, министр национальной безопасности Азербайджана, тогда заявил, что осуществить теракт против Владимира Путина должен был гражданин Ирака Кенан Растам. Считается, что этот Растам проходил подготовку в лагерях Афганистана. Он имел связи с чеченскими боевиками, причастными к убийству в Чечне трех британцев и новозеландца. Четвертое покушение запланировано на 16-17 октября 2001 года, во время пребывания президента России в Иране. Четыре террориста должны были взорвать машину, когда мимо нее проезжал кортеж российского президента. Пятое покушение на российского президента планировалось в феврале 2002 года. Житель села Погост Собинского района Владимирской области, 38-летний мужчина Зайцев на автомашине ВАЗ-2110 пытался прорваться через Боровицкие ворота Кремля. При этом называя себя президентом России Владимиром Путиным. Самозванец оказал сопротивление сотрудникам ФСО. Было ли у него при себе оружие или взрывчатка, неизвестно. Шестое покушение произошло опять же в феврале 2002 года. Террорист 76-летний москвич Сергей Ромашкин больной шизофренией. Имея при себе электродетонаторы, пистолет калибра 5,6 мм, бутыль с непонятной жидкостью, то был бензин, нитроглицерин или еще какая-то взрывчатка. Вошел в здание приемный АП, где предпринял попытку самоубийства, выстрелив себе в грудь, по другой версии в голову, из пистолета. Седьмое покушение на Владимира Путина, как всегда неудачное, состоялось в ноябре 2002 года. У очередного злоумышленника план был такой – выманить на переговоры президента, а там застрелить. Житель столицы Удмуртии-Ижевска, некий 45-летний Владимир Широков, приехал на машине «Газель» к зданию ФСБ на Лубянке. СОС ФСБ тогда сообщали. Он заявил, что автомашина заминирована. У неизвестного в руках автомат. После переговоров террорист перегнал машину в район строящегося комплекса на Олимпийский проспект. Переговоры с террористом люди из КГБ вели более 1,5 часов. Впоследствии Широков понял, что на переговоры с ним Путин не придет. Тогда он сдался властям. Восьмое покушение происходило в феврале 2003 года. Тогда инвалид второй группы, 39-летний пенсионер из Тукаевского района Татарстана, отправил на имя президента два письма с подозрительным порошком. Было объявлено, что в конвертах якобы была пшеничная мука. Но заключения экспертизы обнародовано не было. А кто знает, действительно ли была там мука. Девятое покушение на Путина состоялось в октябре 2003 года. Эту информацию сообщила британская газета The Sunday. Тогда было объявлено, что Скотленд-Ярд раскрыл план покушения на президента России. Указывалось, что в нем замешан предприниматель Березовский. В Скотленд-Ярде эта информация была подтверждена частично. Березовский же назвал все это провокацией. По данным The Sunday Times, полученным из Скотленд-Ярда, два российских гражданина в начале октября приехали в Лондон из Москвы. Они встретились с бывшим подполковником ФСБ Александром Литвиненко. Целью приезда являлся план по ликвидации Путина с помощью чеченцев. Об этой встрече Литвиненко рассказал Борису Березовскому. Последний посоветовал Литвиненко написать заявление в полицию. Предполагаемыми злоумышленниками были майор ФСБ Андрей Понкин и некто Алехин. Чекисты, как сообщает Литвиненко, утверждали, что в недрах ФСБ растет недовольство Путиным. Там считают, что после того, как президент расправится с олигархами, настанет их очередь. Поэтому они подготовили план убийства президента во время одного из его заграничных турне. Чеченские сепаратисты должны были застрелить Путина из снайперской винтовки. Десятое покушение на президента должно было состояться в марте 2008 года, в день выборов. Организаторы покушения арендовали квартиру на Садовнической улице, куда и доставили орудие убийства. Исполнителем был назначен 24-летний таджик Шахвилат Османов. Стрелок намеревался убить и Путина, и Медведева, когда политики собирались проходить по Васильевскому спуску для принятия участия в праздничном концерте на Красной площади. Незадолго до начала мероприятия террорист был задержан. В квартире была обнаружена винтовка со снайперским прицелом. Одиннадцатое покушение на Путина должно было произойти в августе 2009 года. Мужчина заявил, что он является представителем российских спецслужб и что у него назначена встреча с членами правительства России. Он попытался на машине «Жигули» пробраться в Кремль, но был задержан. Двенадцатое покушение на президента состоялось в июле 2011 года. Тогда 30-летний мужчина пытался проникнуть в Кремль, но был задержан. Целью проникновения он назвал требование выплатить зарплату. Он был направлен в больницу на проверку вменяемости. В июле 2011 года два раза покушались на жизнь политика, правда не Путина, а Медведева. 15 июня 2011 года у Кремля был задержан мужчина, душевно больной. Он шел на встречу с президентом. В Александровский сад он приехал на машине в АЗ-2115. Через четыре дня, 19 июня 2011 года, был задержан другой мужчина, 40-летний москвич. Он пытался пройти в Кремль через ворота Спасской башни. Он утверждал, что президент России Дмитрий Медведев назначил ему встречу. Как выяснилось позже, он также, как и его предшественник, был не совсем вменяем, а именно его диагноз, страдающий тяжелым психическим расстройством. Из отдела милиции он был отправлен в психушку. 13-е покушение, к счастью, не произошло, но планировалось на 4 марта 2012 года после выборов президента. В план входило организовать несколько терактов. Готовились террористы на территории Украины, а инструкции по осуществлению злодеяний поступали от Дока Умарова и Зуая. Злоумышленники находились в международном розыске. Впоследствии были арестованы в Одессе после взрыва и пожара на снимаемой ими квартире. В сентябре 2012 года Мосгорсуд приговорил казахстанца Илью Пьензина к 10 годам колонии по обвинению в подготовке покушения на Владимира Путина. По версии следствия, Адам Осмаев и Руслан Мадаев в декабре 2011 года предложили Пьензину вступить в созданную по указанию Дока Умарова, погибший лидер запрещенной в России террористической группировки и Марат Кавказ, вооруженную группировку, которая собиралась совершить покушение на президента Российской Федерации Путина. Участники решили взорвать заминированный автомобиль на пути следования кортежа Путина. Однако во время подготовки бомбы в Одессе в 2012 году возник пожар, в результате которого Мадаев погиб. Правоохранительные органы Украины задержали Пьензина и Осмаева. Впоследствии Пьензина по запросу Генпрокуратуры России Украина выдала России. Как мы видим, Владимир Путин пережил как минимум 13 покушений. Это только известные случаи. Сам президент как-то рассказывал, как в начале своей политической карьеры в 90-х, когда по всей стране бандформирование безнаказанно грабили прохожих. Занимались рэкетом, и убить человека было не сложнее, чем сходить в бар. Путин ложился спать с заряженным ружьем с такой мыслью. Помочь, может быть, и не поможет, но так спокойнее. Субтитры создавал DimaTorzok